Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас на календаре 13 февраля, ну не пятница, и то хорошо, хотя от пятницы, наверное, многие бы и не отказались. Сегодня мы будем беседовать о теме, вызывающей огромный интерес. Такого интереса не вызывает никакое из направлений, связанных с зарубежной недвижимостью в мире, по-прежнему. И я вот при подготовке к этому вебинару наткнулся на фразу нового, пока еще не вступившего в должность, но выбранного пару дней назад президента Финляндии, который сказал, что о политических контактах между Финляндией и Россией речь в ближайшее время идти не будет. Причины он тоже озвучил. А вот все остальное, то есть как бы то, что называется словом «жизнь», она идет, она продолжается. И мы это, в общем, видим. И интерес к европейским странам по разным причинам и у россиян, и вообще во всем мире он велик, он стабилен. И сегодня мы поговорим о тех возможностях, которые есть и у граждан России, и в целом, какие возможности сегодня предоставляет Европа. И отдельно мы поговорим об иммиграционных программах и отдельно об инвестиционных решениях, потому что на европейских рынках все совсем непросто, это понятно. Собственно, сейчас в мире мало где просто. Но, как есть, будем как раз это обсуждать в течение ближайшего часа, может быть, полутора. И мои собеседники сегодня – это эксперты компании «Интермарк Глобал». Это директор департамента международных проектов Ольга Катрич. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, открою маленький секрет. Ольга сейчас находится не в России, но и не в Европе. Чисто территориально вы сейчас признались в Эмиран. Да, я сейчас нахожусь в Дубае. Наша компания здесь имеет офис, и я переехала на некоторое время работать сюда. Да. Окей. И я с удовольствием представляю старшего юриста «Интермарк Глобал» Сергея Струева. Сергей, здравствуйте. Добрый день, Филипп. Добрый день, уважаемые слушатели. По тому фону, который у вас трудно сразу понять, где вы, ну, похоже, в Москве. Это знакомый нашим клиентам переговорный в нашем офисе в Москве. Окей. Ну, и перед тем, как начать, я традиционно напоминаю о работе чата. Вы можете задавать свои вопросы. Мы сегодня поговорим о нескольких вопросах. Мы поговорим о программах, которые называются общим словом «золотые визы». Мы поговорим о возможностях для цифровых кочевников. Мы поговорим об инвестиционных программах по финансовой независимости. А дальше поговорим об инвестиционных решениях, которые есть в Европе, как практически можно ими воспользоваться. Естественно, с соблюдением всех законов это принципиально наша позиция. Итак, Ольга, давайте в двух словах, пока к нам, вижу, еще присоединяются зрители. Вот место Европы в текущей палитре зарубежной недвижимости, для россиян в частности, как бы вы ее назвали? Ну, конечно, Филипп, как вы уже сказали, Европа в любом случае привлекает покупателей со всего мира, несмотря на все экономические и политические катаклизмы, которые сейчас происходят на этом континенте. Интерес к европейской недвижимости, он был, есть, и мы считаем, что, ну, по крайней мере, блин, на ближайшие 20-30 лет, он также сохранится, и здесь зависит от того, кто является покупателями этой недвижимости, да, и с какой целью эти покупки происходят. Безусловно, если мы говорим с точки зрения приобретения недвижимости для себя, для проживания, то этот рынок как был огромным, он так огромным и остается. Миграционные потоки, которые уезжают из Европы, которые переезжают в Европу, независимо от их национальностей, они все равно влияют на рынок, и вот эта купля-продажа вторичной недвижимости, она очень живая, и количество сделок не падает уже на протяжении, там, десятилетий. В Европу стремятся как граждане и других стран, приобретая недвижимость, с надеждой, да, начать там жить, обеспечить какое-то лучшее будущее для своих детей. Вот, а также европейцы вполне подвержены переездам из одной страны в другую страну, там, по разным личным и также рабочим мотивам. Я попрошу сейчас, во-первых, включить презентацию, а следующим моим вопросом будет, ну, Европа, она вроде небольшая, но большая, да, если мы говорим о конкретных странах, то есть понятно, что сейчас, опять же, если потенциальный покупатель, он россиянин, или ему, там, хочет переехать, релацировать, в каких-то странах это проще, в каких-то странах это сложнее, в каких-то это странах, ну, можно сказать, что невозможно. Сергей, о каких странах вообще, о какой палитре мы сегодня говорим? Ну, я говорю Сергею, я, естественно, обращаюсь к Сергею и к Ольге, кому удобнее ответить будет на этот вопрос. Да, на самом деле, возможность приобрести недвижимость в странах Европейского Союза остается, в принципе, для почти каждой страны, исключением составляют отдельные страны, граничащие с Россией, это в основном балтийские страны, где такие запреты были введены в целом, по всем странам, которые мы сегодня будем обсуждать, отсутствуют запреты на приобретение в этих странах россиянами недвижимости. Более того, и с точки зрения российского регулирования, приобретать недвижимость в недружественных странах разрешено, для этого нужно соблюсти ряд условий, но за последние два года мы наработали огромный опыт в части как проведения сделок, так и проведения платежей, прохождения комплайнс, и то, о чем говорила Ольга, соблюдение всех законодательных требований, как со стороны Российской Федерации, так и со стороны, страны, где приобретается недвижимость, поэтому, в принципе, ограничений никаких нет, есть лишь процедура, которую необходимо соблюсти. Если мы будем говорить, ну, такой последний, с одной стороны общий вопрос, но с другой стороны уже более конкретный, можно ли сказать, что, ну, такое есть ощущение немножечко со стороны, хотя мы тоже там плотно находимся в рынке, что наиболее доступны и открытые для россиян сейчас страны Южной Европы, вот эта полоса, там, начиная, Франция, Португалия, Испания, Италия, Греция, Кипр, и чем севернее и восточнее, тем сложнее и сложнее, и сложнее, и мы приходим к действительно максимальной сложности, как вы уже упомянули, Сергей, именно, ну, балтийские страны, по границе с Россией. Ну, если мы говорим про географическое направление, восточнее скорее, да, севернее скорее нет, потому как вы назвали южные страны, южные страны традиционно популярны у россиян, особенно Испания, Кипр, Греция, но не стоит забывать про Германию, которая на карте находится севернее, но при этом всегда была популярна у россиян не менее, чем названные страны, и остается возможной и популярной на сегодняшний день среди наших клиентов. Поэтому, в принципе, география, которую мы назвали, она обусловлена скорее спросом, но сказать, что севернее ограничений больше, я не могу. Нет, ограничения примерно все одинаковые, Европейская комиссия выпускает рекомендации, которые все страны имплементируют, примерно в одинаковом виде, повторюсь, вот есть только отдельные юрисдикции, где мы не представлены нашу портфолио, мы там не работаем, и там, конечно, есть ограничения. Но все, что мы сегодня будем обсуждать, здесь все одинаково. Ну и тогда, уже завершая эту нашу вступительную часть, тем более зрителей становится все больше, что приятно, Ольга, я правильно понимаю, что по большому счету в подавляющем большинстве, ну или в значительной части стран Европы, вы предлагаете или программы, схемы, связанные с релокацией, и уж точно, учитывая ваш опыт, опыт вашей компании, вы предлагаете покупку недвижимости, ну или продажу недвижимости в зависимости от того, какие цели есть у клиента. Да, совершенно верно. Я, наверное, не совру, если скажу, что за последние полтора года все-таки покупки наших граждан в европейских странах, они так или иначе были связаны с получением каких-либо иммиграционных статусов. Сейчас ситуация немного меняется, поскольку уже разработаны схемы по финансовой навигации средств в европейские страны, то люди вернулись к покупкам недвижимости и для себя. Иногда идет совмещение и получения видов на жительство и покупки недвижимости, но, повторюсь, допустим, в такой стране, как Германия, где за покупку недвижимости вообще никогда невозможно было получить вид на жительство, люди продолжают туда инвестировать для сохранения своих капиталов, для диверсификации своего инвестиционного портфеля, для получения дохода. Хорошо, давайте поступим тогда следующим образом, перейдем уже к конкретным программам. Я попрошу в чате опубликовать контакты компании «Интермарк», куда могут по завершении нашего вебинара обращаться все интересующиеся. Давайте начнем с золотых виз, просто потому что эти программы всегда в большей степени были на слуху, и до 2022 года они были, я не скажу, что они в абсолютных числах были востребованы, но они как-то вот в рынке. На слуху, мне кажется, самое точное, в смысле выражения. Потом маятник шарахнулся в другую сторону, прошла информация, что все, все программы золотые визы закрылись. Сейчас выясняется, что это не совсем так. Я включаю слайд, а вы, Сергей, Ольга, кому удобнее, пожалуйста, начинайте комментировать. Ну, давайте по золотым визам, наверное, по странам расскажу я. На настоящий момент в Европе четыре страны предлагают эти программы. Это Испания, Португалия, Кипр и Греция. Если мы начнем с Испании, то это, наверное, самая популярная у россиян программа на текущий момент. Это получение золотой визы при приобретении недвижимости за 500 тысяч евро, ну, начиная от этой суммы. Приобрести можно как жилую недвижимость, так и коммерческую. Это может быть один объект или несколько объектов для себя, либо до сдачи в аренду, нет никаких ограничений. И чем хороша золотая виза Испании? Она, с одной стороны, позволяет вам проживать в Испании ровно столько, сколько вы хотите, а с другой стороны, не обязывает проживать в стране более 183 дней и, соответственно, не обязывает становиться налоговым резидентом Испании. Сейчас изменили немножко срок выдачи резидентских карточек по этой программе. Выдают карточки на 3, потом продлевают на 5 лет, что намного удобнее, чем раньше было, когда это был год, плюс 2, плюс 2. И это тоже подстегнуло интерес у россиян для участия в этой программе. Если говорить о Португалии, которая на самом деле была в лидерах не только у российских покупателей, Португалия на протяжении последних, наверное, 5-6 лет была мировым лидером по инвестициям именно в программы, связанные с золотыми визами. Несмотря на то, что в стране действовали достаточно серьезные ограничения на те регионы, в которых может быть куплена недвижимость по минимальному порогу входа, возможность получить паспорт Португалии, не проживая постоянно на территории страны, она вызывала огромный интерес во всем мире. На самом деле россияне далеко там не лидировали, а основные покупатели этой программы были, безусловно, китайцы, это жители Латинской Америки, которые имеют исторически тесные связи с Португалией. И в последнее время даже американцы стали обращать внимание на эту юрисдикцию, именно потому, что Португалия еще предоставляет очень хорошие налоговые льготы для своих резидентов. Однако, к сожалению, программа получения видов на жительство именно в обмен на инвестиции в недвижимость в прошлом году была закрыта, то есть сама программа получения золотой визы осталась, но изменились основания. На настоящий момент есть несколько оснований, но те основания, с которыми работаем мы, это инвестиции в португальские фонды, необходимая сумма инвестиций начинается от полумиллиона евро, так же, как и в Испании. Но, повторюсь, здесь основным преимуществом является именно то, что через пять лет, и недавно Португалия приняла изменения в свое миграционное законодательство, что отчет вот этих пяти лет, он начинается не с момента получения первой карточки вида на жительство, с получением которых были достаточно существенные задержки в прошлом году, а начинается с того момента, когда вы получаете именно одобрение этого вида на жительство, еще до получения карточки. С этого момента начинается отчет пятилетнего периода для подачи документов на получение португальских граждан. Вот, поэтому мы считаем, что программа, несмотря на повышение порога стоимости, будет оставаться в высоком интересе у клиентов, а в том числе и у российских. Кипр, опять же, одно из самых топовых направлений для россиян, не очень высокий порог входа для получения золотой визы, это 300 тысяч евро. Преимущество является то, что вы можете получить сразу постоянный вид на жительство на 10 лет, который не требует его там ежегодного продления. Вы получаете на 10 лет карточку, можете жить на Кипре, опять же, можете не жить. Большинство наших клиентов, безусловно, там проживают, но те, кто не готов туда переезжать, используют этот вид на жительство, в том числе для открытия банковских счетов и для получения доступа к европейской банковской системе. Единственным недостатком этом вида на жительство является то, что поскольку Кипр является членом Евросоюза, но он не входит в шенгенскую зону, то по этому виду на жительство без визы можно приехать только на Кипр, но, к сожалению, в других европейских странах кипрский вид на жительство не дает права ни без визового въезда, ни постоянного проживания. И последняя юрисдикция, которую мы рассмотрим, это Греция. Греция пока еще сохраняет самый низкий порог входа в размере 250 тысяч евро для инвестиций в недвижимость. Были приняты изменения в законодательстве о том, что в некоторых зонах, в основном это, конечно, касается Афин и самых топовых курортных локаций, в этих зонах стоимость недвижимости для приобретения с целью получения золотой визы была повышена до 500 тысяч евро. Но, тем не менее, есть еще интересные места, где недвижимость можно купить за 250 тысяч евро и получить вид на жительство сроком на 5 лет, который также не требует продления в течение этого периода. А через 5 лет он продлевается при сохранении недвижимости еще на 5 лет, и так дальше это может продолжаться до тех пор, пока в этом у клиента есть необходимость. Хочу заметить, что Греция, в отличие от предыдущих трех стран, не принимает документы на получение золотой визы, если заявителем заявки выступает гражданин Российской Федерации. Но немногие знают о том, что если, например, в семье у одного из супругов есть какой-либо другой паспорт, это может быть паспорт СНГ, это может быть паспорт Украины, в общем, любой другой страны, непринципиально какой, то основным заявителем мы можем сделать именно обладателя какого-то иного паспорта и уже как созависимым членом заявки подать гражданин РФ. И это то на самом деле, что сейчас очень помогает многим нашим клиентам получить греческий вид на жительство вот на основании инвестиций в недвижимость и оформить его в том числе для российских граждан. Это вот глобально то, что сейчас есть на рынке по золотым дизам. Окей, так, давайте сделаем следующим образом. Просто, ну, понятно, что с одной стороны информация отчасти общая, с другой стороны ее очень много, и, понятно, все детали мы рассмотреть не сможем, но что-таки по каждой стране хотелось бы услышать, Сергей может быть к вам, Ольга может быть к вам, сроки получения ВНЖ до покупки недвижимости и после покупки недвижимости, если эта история с недвижимостью связана, с Португалией это не так, и какие основные проблемы, то есть когда говорят, что да, россиян принимают, но вот, например, на Кипре говорят, что там счета, наоборот, закрывают, то есть такая информация рано или периодически проходит. В Португалии вообще история непонятная, все компании примерно год назад поделились ровно на две категории, иммиграционные компании. Одни говорят, нет, все, мы не работаем больше в Португалии, ничего здесь, ловить уже нечего. Другие говорят, что да нет, Португалия, в принципе, еще ВНЖ выдает, проблема только вся в том, что очередь растянулась до 2030 года. Вот давайте тогда по срокам и по основным трудностям, вот по лояльности, по простоте оформления. Несколько слов, Сергей и Ольга, кто начнет? Давайте я попробую рассказать вам более подробно про процесс. Вообще, вот на примере этих стран очень видна прозрачная и четкая политика европейских стран вот по отношению к иностранцам. То есть, например, Греция, она почти сразу сказала, что вот мы вводим запрет на граждан России и Беларусь. Испания, например, сделала ровно обратно, то есть она сказала, нет, мы ничего не меняем, у нас все по-старому и эта вот стабильность, она сохраняется до сегодняшнего дня. В частности, я хочу отметить, что Испания процессуально является самой привлекательной страной по той причине, что рассмотрение согласно административному регламенту заявлений на ВНЖ составляет 20 рабочих дней. На деле это примерно 7-10 календарных, то есть это самый быстрый ВНЖ в Евросоюзе, в принципе, из всех доступных. С того момента, как ты получил документы о праве собственности на недвижимость. В условиях зарегистрирована недвижимость, да, важно отметить, что Испания является очень лояльной страной с точки зрения выбора объекта, вот как Ольга сказал, это может быть один, может быть несколько, не имеет значения назначение, регион, расположение, это может быть условно коммерческое на Канарах, например, и где-нибудь лайфстайл в Барселоне, ну, либо наоборот, чаще наоборот. Самое главное, чтобы недвижимость была достроена, то есть чтобы это был офф-план, либо вот-вот вводится в эксплуатацию, тогда мы можем подать заявление на получение золотой визы. После того, как оформлена сделка. Важным преимуществом Испании является то, что Испания очень популярна у россиян. Испанское законодательство, как и, в принципе, всех европейских стран, допускает расчет за недвижимость на территории этих стран, за пределами этих стран. То есть, если в России мы можем приобрести недвижимость, только рассчитываясь на территорию России, за испанскую недвижимость мы как раз-таки можем рассчитаться на территории России. Более того, мы имеем уже не только опыт проведения таких сделок, но и отдельно сформировали пул объектов, где продавцами выступают граждане России. И, соответственно, вы можете соблюсти все российские валютные требования, рассчитавшись с переводом из одного российского банка в другой. Самое главное – это подобрать правильного нотариуса, правильного консультанта, чтобы сделка прошла в соответствии со всеми испанскими законами. В целом, оформление сделки занимает примерно от двух недель до месяца. Естественно, бывают клиенты, которые предпочитают более подробно посмотреть все объекты, это растягивает процесс, но в целом после регистрации права, да, вы можете сразу подаваться на ВНЖ, и через месяц максимум вы его получаете. Простите, все-таки хочу уточнить. Если продавец-покупатель находится в России, и, соответственно, процедура сделки купли-продажи ходит в России, что является, то есть, может, подходит ли такая сделка под дальнейшее оформление золотой визы? Конечно. По той причине, что сделки с недвижимостью на территории Королевства Испании регистрируются у нотариуса. То есть, аналогом Росреестра российского в Испании является нотариус, и только нотариус. Нотариус, когда ведет этот процесс, он смотрит на то, как была оформлена сделка. То есть, продавец-покупатель предоставляет, например, выписку о движении средств из одного российского банка в другое, подписывает договор определенным образом. Там достаточно большой пакет документов. Но самое главное, что нотариус это все испанский фиксирует, уплачиваются налоги, и, да, выдается соответствующие документы, выписка из реестра, купча, договор купли-продажи, и все это является основанием для подачи в МВД на получение ВНЖ. И, в принципе, забегая вперед, скажу, что в целом такая процедура применима практически к любой стране. Если мы говорим просто про приобретение недвижимости, все европейские страны в этом очень лояльны. Окей. Давайте про Португалию. Значит, тут тот же самый вопрос по срокам. И вот эта вот история, связанная с тем, что там же, насколько я помню, еще правительство менялось, то они отменяли, то они опять разрешали, и вроде как даже и юридический крест на возможности подачи на золотую визу через покупку недвижимости еще формально тоже, по-моему, еще не поставлено. Ну, португальское правительство с завидной регулярностью уходит в отставку. Это, к сожалению, происходит периодически, поэтому говорить о какой-то стабильности в законотворчестве не приходится. Тем не менее, да, были приняты изменения. Важный момент. Португальское правительство никогда, и португальский парламент никогда не ограничивали участие граждан России. Это вот то, о чем мы сказали, что компании разделились на два лагеря. С чем это связано, я могу более подробно рассказать. Для того, чтобы при подаче документов в МВД могло проверить, что сделка действительно была проведена, они просили выписку из португальского банка. Из другого банка МВД Португалии попросить выписку не может. Гражданам России не открывали счета очень долго, либо открывали их очень долго. И поэтому многие компании просто предпочитали не заморачиваться и говорить, что программа закрыта. Это неправда. Во-первых, мы получали, самое главное, получали решение. После 2022 года, на протяжении всего 2022-2023 года, наши клиенты получали свои заветные карточки в ВНЖ, получали решение о подобрении. Все сделки проводили. У нас есть целая пачка заключений различных адвокатов, докторов наук о том, что граждане России допускаются к подаче, никаких ограничений в этой связи нет. В чем была проблема? Вторая проблема связана была с тем, что МВД Португалии просто не работало. Я говорил про отставки правительства. Забастовки, к сожалению, тоже не редкость. И была техническая неполадка, и МВД Португалии просто не обслуживало заявки. Их накопилось так много, что возникло предположение, что их не выдают. Но это же справедливо в отношении американцев, например. Американские заявители являются самыми главными, ожидающими решения. Поэтому, резюмируя, Португалия по недвижимости работает, все дела рассматриваются, да, рассматриваются с большим опозданием. Но важная выправка. С 1 января, с 3 января этого года срок рассмотрения идет в зачет срока для натурализации. То есть, допустим, вы подали 1 января 2020 года, и вот с этого момента начинает идти срок, чтобы к 26-му году вы уже могли податься на гражданство Португалии. Как и раньше, для гражданства Португалии нужно просто показать, что у вас 5 лет было в НЖ, с учетом срока рассмотрения. Соответственно, Португалия по-прежнему остается самым быстрым вариантом к получению европейского паспорта, но самой долгой с точки зрения ожидания в НЖ. Здесь вот такая дихотемия. Ну, я вот сразу скажу, первый вопрос, он такой, весьма частый, вы все про Италию расскажете. Да, про Италию расскажем, но чуть-чуть попозже, когда речь зайдет о других возможностях. Кипр. Вот с Кипром ситуация самая-самая напряженная, может быть, отчасти потому, что до сих пор там и платежи из России проходят, может быть, потому, что Кипр такой, в каком-то смысле, наименее закрытый, да, исходя, вот тут же как раз и больше всего сомнений и больше всего разных слухов, тем более, что действительно с завидной регулярностью наши коллеги, правда, из непрофильных СМИ сообщают, что какой-то еще один банк массово начал закрывать там счета россиянам. Вот эту историю и вот вся история, связанную с Кипром, потому что здесь, насколько я понимаю, и проверки, опять же, про них чаще говорят, они проходят гораздо более жестко, чем в Испании или Португалии. Проверки не самих властей, а какие-то внешние. Кипр проверяют гораздо жестче. Это правда, Кипр проверяют жестче. Наверняка все слышали про изменения там с золотыми экспортами, ранее выданными, что проводился повторный due diligence в отношении уже ранее выданных паспортов. Но это, скорее, справедливо по отношению, ну, ретроспективно, то есть то, что было выдано раньше. На сегодняшний день Кипр очень жестко проверяли и представителям Госдепартамента США, и представителям Еврокомиссии, различных международных организаций. Поэтому, нет, стандарты комплайенса, они примерно везде одинаковые в Евросоюзе на сегодняшний день. Раньше они отличались. Кипр, я бы не сказал, что какой-то более жесткий или более лояльный. В этом смысле примерно все гармонизировано на сегодня. Но основное преимущество Кипра для заявителя, то есть минус, ты только сказал, и он понятен, да, Кипр не шенген, то есть, соответственно, ты все-таки значительный... Пока что не шенген. Пока не шенген. С точки зрения ПМЖ ты, в общем, ограничен Кипром, ну или на Кипре действительно можно получать визу, хотя говорят, что и это тоже просто процесс сейчас небыстрый. Но вот с точки зрения плюсов тогда, это что? Это возможность оплаты вот за новостройку из России непосредственно или в чем вот тут основное преимущество? Ну, во-первых, объекты с инвестиционной точки зрения Кипр. Есть определенный пул клиентов, которым интересен именно Кипр, которым нравится... Кипру нравятся объекты, которые там представлены инвестиционно. Во-вторых, там достаточно понятная, быстрая программа, небольшой порог хода и, по сути, привилегии остальные, не касающиеся передвижений. Мы правильно отметили, про шенгенскую визу можно подаваться, находясь на Кипре, но это не отменяет того, что вы все равно резидент Евросоюза. Соответственно, ваши дети, например, получают особые скидки при оплате обучения в университете, если не резидент Евросоюза. Вы имеете возможность хранить на банковском счете в Евросоюзе больше 100 тысяч евро. То есть все эти сочетания небольшого порога инвестиций и быстрой процедуры и выхода к привилегиям, которые я сейчас назвал, делают Кипр достаточно привлекательным. Как это... Да, пожалуйста. Филипп, а можно я еще уточню, да, вот по поводу счетов. На Кипре ведь огромное количество россиян, там, и белорусов, да, и украинцев живут по так называемому кингслип, да, это временные виды нажительства. Ну, еще полученным, условно, довольно давно, то есть, насколько я понимаю, в последнее время их плохо выдают или вообще не выдают? Ну, там, поскольку мы с такими видами нажительства не работаем, вот, я не могу прокомментировать, да, что сейчас именно происходит в этом плане, но в основном проблемы со счетами у тех граждан, которые вот живут по временным видам нажительства, у тех, у кого все-таки оформлен ПМЖ по покупке недвижимости, банки относятся более лояльно. И все-таки деньги из Европы в Европу, они все равно ходят худшие, это нельзя сравнить там ни с Турцией, там, ни со странами СНГ, безусловно. Да, последний пункт хотел бы отметить, что не стоит забывать про налогообложение. На Кипре традиционно комфортное налогообложение, в первую очередь, корпоративное налогообложение, что сделало Кипр привлекательным для ряда российских компаний, в том числе инвестиционных компаний, еще достаточно давно, там, еще 10 лет назад. И поэтому на Кипре, в принципе, деловая активность именно вот русскоязычного сегмента, она достаточно высокая. Вот по совокупности, все, что мы сказали, Кипр, поэтому делается именно вот как Кипр интересным, а не как ворота в ЕС. Окей. Давайте пару слов тогда еще о Греции, опять же, какие моменты здесь есть, и потом задаем еще один общий вопрос, и перейдем уже к другим программам. Пожалуйста. Ну, самый главный момент по Греции Ольга отметила, что сейчас огромное количество россиян получили вторые паспорта, это чаще всего Израиль, Армения, Кыргызстан. Также Карибские паспорта, поэтому достаточно всего одного паспорта, одного члена семьи, который выступит основным инвестором для того, чтобы податься на эту программу. Самая главная особенность Греции состоит в том, что там оплата недвижимости должна быть проведена напрямую с вашего персонального счета. Соответственно, готовится определенный пакет для прохождения комплайнса. Это не самая быстрая процедура, но при этом у нас есть все компетенции, мы наработали очень широкую базу знаний, базу контактов в различные банки для того, чтобы пройти эту процедуру максимально быстро и с положительным результатом. Ну и тогда такой вопрос. Значит, есть, мы говорим все-таки о двух составляющих. Первая составляющая в любом процессе – это приобретение недвижимости. В Португалии это не так, но в Португалии, допустим, мы видим за скобки. Вторая история – это весь процесс, связанный с дальнейшим получением золотой визы или постоянного вида на жительство. Какая часть с точки зрения процедуры, с точки зрения проверок сложнее? То есть вот сложнее изначально купить или потом сложнее изначально получить в ВНЖ? И есть ли примеры, когда там какую-то одну часть, первую проходишь без особых проблем, а вот дальше начинаются трудности? Скорее наоборот. Я бы сказал, что скорее наоборот. Сложнее купить, чем получить в ВНЖ. Это вопрос финансовый или это вопрос, потому что ты, ну, скажем, показываешь российский паспорт и какой-то банк там отказывается? Банковский комплайнс. Понимаете, банки, если… Вот мы говорим про миграционную часть, здесь идет взаимодействие обычно с Министерством внутренних дел. Все государственные органы действуют в соответствии с административным регламентом. Их действия можно оспарить. Оспаривать в судах, там, в вышестоящих органах. И поэтому они очень, так, достаточно все конкретно и стабильно делают. Если мы говорим про банки, банки, они, конечно, подчиняются регуляторам. Но самое главное, что у них есть вот предписание по комплайнсу. И для запроса различные, там, дополнительные документы, необоснованные отказы либо задержки у банков, это, к сожалению, повсеместная история. То есть банковский комплайнс и проверка в миграционном органе – это две очень разные вещи. И, конечно же, в пользу миграционного органа, с точки зрения простоты. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, конечно, сложнее купить. Именно поэтому очень важно. И после того, как ты купил, ну, в известном смысле я тоже слышал такое мнение, что контролирующие органы уже следующего этапа, они уже понимают, что часть проверки… Совершенно верно. Совершенно верно. Банки настолько сильно проверяют, настолько большие у них штрафы в случае какой-то некачественной. Но это, собственно, и в России видно. То есть всегда банки являются агентами валютного контроля. Соответственно, они с этой функцией очень ответственно справляются. Поэтому, да, вы совершенно правы. Перед тем, как идем дальше, я тебе скажу, что мы в начале года с Ольгой Сергеем из компании Intermark Global опубликовали материал. Мы по итогам этого вебинара тоже материал опубликуем. Но вот я думаю, что сейчас в чате можно будет опубликовать ссылочку на него. Весьма интересно. Сегодня будем говорить более широко, но там тоже про определенные программы, про тенденции на рынке инвестиционно-иммиграционном в Европе мы этих нескольких тем важных коснулись. Ну что ж, давайте идем дальше. Относительно новый с точки зрения современной истории формат. Ну и востребованность его резко возросла. Это то, что называется визы и разрешение на пребывание для цифровых кочевников и для специалистов. Это несколько иной список стран. Это иная история с точки зрения финансовых вложений. Потому что с этим немножечко попроще. То есть тебе не нужно ничего покупать в классическом смысле этого слова. Кроме как оплата услуг, о котором мы тоже поговорим. Давайте коснемся этого вопроса. Итак, что вы предлагаете на этом рынке? ВНЖ цифрового кочевника это действительно достаточно новый формат. Он запустился примерно после 2020 года. Сразу хочу сказать, что слово цифровой не должно никого смущать по той причине, что цифровой не подразумевает принадлежность исключительно к сектору IT. Цифровой кочевник это по сути человек, который может работать удаленно, осуществлять свои функции в использовании современных инструментов и скорее это вот также еще такое косвенное указание на фрилансеров. На сегодняшний день эта программа представлена в большом количестве европейских стран. Португалии, Испании, Финляндии, Хорватии, Греции. Мы же работаем, мы предлагаем нашим клиентам в основном это четыре страны. Три страны. Португалии, Испания и Финляндия. Я расскажу, пожалуй, сначала про Испанию, поскольку Испания является самым популярным по той причине, что в Испании достаточно быстрый процесс оформления. Он занимает порядка 30-60 дней и оформление осуществляется на территории Испании. То есть вы приезжаете на территорию Испании по шенгенской визе, например, подаете документы и вы можете смело ожидать там выхода вашего решения. Что интересно для тех, кто хочет переехать завтра уже. В принципе, аналогичная программа есть в Португалии. Как для цифровых кочевников, так и для высококвалифицированных специалистов. С той разницей в той, что по цифровым кочевникам подача допускается только в дипломатическом представительстве по месту вашего гражданства, либо там, где у вас есть ВНЖ. А высококвалифицированные специалисты могут подаваться на территории Португалии. Отмечу, наверное, чуть сбегу вперед, что у нас есть отдельный продукт, который мы реализуем в кооперации с нашими партнерскими фирмами. Это разблокировка средств Евроклирии. И зачастую мы для того, чтобы разблокировать средства Евроклирии, человеку необходимо оформить отношительство в Европейском Союзе. Как раз-таки цифровой кочевник Испании – это самый быстрый тип ВНЖ с точки зрения процедуры, и он дается сразу на три года. То есть достаточно интересно. По Испании сразу давайте тогда спрошу. Понятно, что это вообще тема для отдельного вебинара, но какие у тебя возникают обязательства перед Испанией? Коля, ты получишь, и вот обязательства по проживанию, по постоянному пребыванию и по налогам, что про Испанию рассказывают очень много разного в этом смысле. Да, мы тоже рассказываем много очень важных вещей про налоги. Вы правы, испанская налоговая система очень сложная. Сразу скажу, что, собственно, ключевое отличие инвестиционного и неинвестиционного ВНЖ состоит в том, что по инвестиционному вам нужно больше заплатить, но не нужно жить, и наоборот. В неинвестиционных ВНЖ государство требует, чтобы вы там проживали больше полугода. Соответственно, это предусматривает приобретение статуса налогового резидентства с последующей уплатой налогов. Соответственно, если вы становитесь бывшим кочевником территории королевства Испании, вы становитесь систематически налоговым резидентом Испании, и вы обязаны уплачивать налог с дохода, который вы получаете на территории Испании. Имеется в виду не источник на территории Испании, а, в смысле, находясь на территории Испании, вот вы, допустим, оказываете услуги вашим клиентам, например, в Москве или в Стамбуле, делать это удаленно, но при этом вы находитесь в Испании, пожалуйста, оплатите с этого налог. Это же касается, в принципе, любой программы по цифровым кочевникам. Собственно, в этом же и смысл этих программ для государств. Почему Испания это интересно? Это, кстати, забегая вперед, касается и практически всех программ по финансовой независимости, поскольку налоговый кодекс почти всех стран предусматривает присвоение налогового статуса при проживании более полугода, за исключением Франции. А Франции этой нормы нет. Там немножко по-другому. Простите, а тут дурацкий вопрос, наверное. Человек живет. Одно дело, ты должен жить в какой-то стране, в статусе цифрового кочевника, больше полугода. И если ты не живешь, то тебе просто потом с большой вероятностью или почти наверняка его не продлевают. Да, здесь... Ты же можешь не жить. Естественно, силой вас никто в европейских странах удерживать не будет. Никто вас не заставит там обязательно жить свое. Если вы не будете проживать в Европейском союзе на основании ВНЖ, вы справедливо отметили, что, во-первых, вам его не продлят. Это первое. Второе. Вполне возможно, у нас еще нет такой практики, поскольку программа ВНЖ Испании запустилась чуть меньше года назад. В марте 23-го она официально началась. Мы предполагаем, что в случае, если вы не будете проживать на территории Испании и, естественно, не будете подавать налоговую декларацию, вполне возможно, что возможно либо аннулирование, либо начисление каких-то штрафов и неуплаты налогов и сборов. Поэтому, естественно, мы всегда предупреждаем клиентов о налоговых последствиях. Всегда стараемся сделать какое-то базовое налоговое планирование. Поэтому, да, отвечая на ваш вопрос, его в лучшем случае не продлят. В худшем случае вам начислено налоги, вам нужно будет бороться с местной налоговой. И что в любом случае не очень хорошо. Ну и давайте просто несколько слов о Финляндии скажем. Как бы, понимаете, живя в Петербурге и видя закрытые границы, кажется, что Финляндия теперь вообще история не про. Да, у Петербуржцев традиционно популярная страна. Ну, надо сказать, что у петербуржцев в целом все европейские программы наши пользуются большой популярностью. В Финляндии нам все достаточно просто. Если вы обладаете статусом высококвалифицированного специалиста, согласно специальному постановлению Совета Министров Финляндии, если у вас определенная профессия, то вы можете получить определенный ВНЖ с трудоустройством. Он получается очень быстро. И, в принципе, там все. То есть это такого достаточно ограниченного круга заявителей при наличии высшего образования и определенной специальности. Высшее образование нужно также для Португалии, для Испании. Это важно. Что значит нужно высшее образование? Должен принести там переведенный диплом? Более того, вы должны показать, что вы работаете. В сфере, которая имеет отношение к высшему образованию? В сфере, да, например. То есть если вы, скажем, инженер, работаете в строительной компании маркетологом, то все равно вы должны показать, где вещи связаны. То есть, в принципе, это не так, не сказать, что это прям строго, но наличие высшее образование, оно необходимо. Это критерий важный. Скажите, пожалуйста, вы сами сказали, что программ цифровых кочевников очень много. Ну, я не скажу, что в каждой стране есть. Мне кажется, там в Европе очень много. Проще назвать страны, где их нет. Вопрос такой, почему вы с некоторым из них не работаете? Как вы их выбираете? Ну, как бы, в конце концов, понятно, что там, скажем, греческая, они затягивать начали, да, вот эту историю. Но, например, есть вот та же Хорватия, например. В Хорватии есть большая проблема, поскольку хорватская программа, например, венгерская программа, они не предусматривают продление. То есть человеку... Каждый раз по новой нужно подаваться? Нет, этого нельзя делать. Вы можете получить один раз. В Венгрии можете один раз продлить. White Card называется программа. Но в перспективе это ничего не дает. Вам нужно менять тип ВНЖ. Это не... Вот если мы говорим про конкретно эти две страны. Если я говорю про другие регионы мира, вы знаете, здесь мы пока не видим такого спроса именно со стороны России, потому что когда человек переезжает в Европу, здесь очень понятно, ради чего он приезжает. Если мы говорим про ту же Португалию, например, то соотношение цена-качество, стоимость жизни и качество жизни, оно действительно интересно для молодых людей, которые переезжают, например, из России. Повторюсь, у нас есть продукция с Евроклиром, который интересен. Если мы говорим про Испанию. А говорить про другие регионы мира, там, про Иго-Восточную Азию, Африку, Ближний Восток, пока что не приходится, поскольку мы не видим такого спроса на эти страны. Два вопроса прошли про страны, но один просто про, скорее, там, про республику, территорию. Буквально несколько слов, готовы ли вы что-то сказать про них, про Северный Кипр и про Черногорию, ну, потому что в иммиграционных программах, понятно, что там иммиграционные схемы возможностей есть и там, и там, просто конкретно, исходя из специфики вашей работы. Ольга, несколько слов буквально. Ну, смотрите, мы довольно активно работаем с Черногорией, вот, потому что в Черногории при приобретении недвижимости можно получить вид на жительство сроком на год, который достаточно беспроблемно впоследствии продлевается. Вот, ну, то есть там каждый раз идет подача документов, да, но, тем не менее, это достаточно простая процедура, не требующая каких-то титанических усилий и материальных затрат. Сколько времени надо при этом по вашему опыту? Вот там нужно постоянно проживать в такой истории? Да, там тоже нужно постоянно проживать, вот, но там это оформлено немножко по-другому, да, то есть если вы постоянно не проживаете, да, у вас этот вид на жительство через год заканчивается, но вы потом просто заново подаете тоже на следующий вид на жительство. Там нет ограничений, сколько раз это можно делать. Вот, поэтому также у нас есть хорошее отношение с многими застройщиками в Черногории, и тоже достаточно просто решаем вопрос оплаты россиянами там недвижимости. Да, если позволите, добавлю, что мы гордимся очень своим портфолио по Черногории, у нас, наверное, одно из самых широких в России, и да, у нас есть варианты оплаты, в том числе напрямую из России, из Российского банка в рублях, что также очень важно для ряда инвесторов. Важным моментом в Черногории является то, что хотя она официально не является страной, которая входит в еврозону, но она добровольно приняла валюту евро, то есть де-факто национальной валютой Черногории является евро, что определенным образом хеджирует риски инвестора. С одной стороны. С другой стороны, Черногория является страной кандидатом, членом наступления в Европейский Союз. Соответственно, получение миграционного статуса сейчас может в перспективе помочь в будущем с точки зрения европейской интеграции. Ну и самое главное, да, экономически черногорские объекты показали огромный рост. Это такая отдельная тема для беседы, но Черногория действительно оказалась очень интересной. И вот отдельно отмечу, собственно, почему Ольга в том числе, наверное, в Дубае, потому что у нас есть определенный запрос среди наших русскоязычных клиентов, которые выбрали для себя Дубай, но ищут место, где провести лето и переждать жару. Черногория – это отличное направление для детей. Ну, я, кстати, скажу, что в ближайшее время мы сейчас дату уж точно не называть не будем, но, скорее всего, у нас будет вебинар по Черногории, и об этом поговорим отдельно чуть позже. Ольга, так, ну, Северный Кипр, здесь, я думаю, коротко скажете, насколько я понимаю, вы конкретно Северным Кипром не работаете? Ну, Северным Кипром работает наш офис, который расположен в Стамбуле, вот, и через этот офис мы работаем Северным Кипром. Там есть спрос как у российских граждан, так и есть спрос у самих турков, вот, и основным таким, знаете, преимуществом Северного Кипра является, как ни странно, то, что связано с образовательными вопросами. Там очень много частных школ, работающих по английской системе образования, и стоимость резко отличается от стоимости этих же школ и университетов в Великобритании. Поэтому, как ни странно, Северный Кипр является центром протяжения, в том числе и с точки зрения, вот, образования для детей. Поэтому с Кипром мы тоже можем помочь и же наш Стамбульский офис. Отлично. Так, ну и давайте переходить, мы так как-то с вами еще даже до половины примерно дошли, а уже вон почти час у нас прошел, но тема уж больно интересная, да и широкая. Давайте поговорим о программах для финансово-независимых лиц, которые тоже, ну, как я понимаю, популярность набирают, что есть в вашем портфеле. Открываю следующий слайд. Пожалуйста. И как в Италии, вот она и тут. Да. Программы получения вида на жизнь на основании финансовой независимости, на самом деле тоже пользуюсь огромной популярностью за последние два года, именно потому, что они не требуют наличия собственности жилья. Я бы даже сказала наоборот, некоторые наши клиенты сначала получали вид на жизнь на основании финансовой независимости, открывали счета, а потом уже совершали покупки в Европе объектов недвижимости уже с расчетами вот через эти счета, открытые на этом основании. Работаем мы с четырьмя странами по этим программам. Опять же, много других стран имеют аналогичные предложения, но вот если мы говорим особенно про Италию, Францию, Испанию, они, конечно, пользуются наибольшей популярностью. Опять же, исторически некоторым образом наши связи россиян с этими странами, они превалируют над другими европейскими регионами. В этом году у нас появился новый продукт, это вид на жительство в Люксембурге. Есть, правда, такой здесь тонкий момент, что для того, чтобы подать документы на этот вид на жительство, доход у заявителя должен быть на территории ЕС. ЕС или не в России? Нет, именно в ЕС. Имеется в виду, что именно территория Евросоюза. И что, опять-таки, самое интересное при этом, что, став обладателем этого вида на жительство, через пять лет можно получить паспорт Люксембурга. Это для обеспеченных людей. Люксембург страна, в общем, сама по себе такая дорогая. То есть там есть какие-то такие, ну, деликатные подводные моменты, которые весьма определяют круг людей. Ну, условно говоря, 36 тысяч евро в год, сумма, конечно, для очень многих большая, но она тут объективно не чрезмерная. Это невеликая сумма, на самом деле. Да, тем более для Люксембурга это является одной из самых дорогих стран в ЕС. Ну, совершенно верно. Но дело в том, что у вас доход должен быть не в Люксембурге. И, по большому счету, выжить в самом Люксембурге, да, вы тоже не обязаны. То есть, безусловно, у вас должен быть зарегистрированный адрес, вот, но при этом проживать можно в любой другой стране Евросоюза. Вот, и вы просто показываете, что у вас есть доход именно от профессиональной деятельности заявителей на территории ЕС. То есть, вы не можете, это не значит, что там вы сдаете несколько квартир в аренду? Нет, это не значит. Нет, нет, нет. У вас именно должно быть оформление на работу. Например, Польша, например, тоже подходит для участия этой программы. У вас доход может быть оформлен, допустим, на территорию Польши, да, или доход может быть на территории Привалтийских республик. И здесь покупает именно простота потом подачи документов на получение паспорта. Потому что, если мы говорим про все другие страны, даже Италия, Франция, Испания, то в этих странах необходимо проживать порядка 10 лет для того, чтобы отдать документы на гражданство. А в Люксембурге этот срок, так же, как в Португалии, всего лишь 5 лет. То есть, мы не говорим, что эта программа абсолютно, да, подходит всем нашим клиентам, конечно, нет. Но вот для тех, у кого есть профессиональный доход в Европе, официально приходящий, да, на банковский счет, то в этой программе можно поучаствовать. Я говорю, продукт довольно новый, поэтому, если интересно, обращайтесь, мы расскажем. У нас уже есть прямо интересанты, которые вот неожиданно для себя нашли такую юрисдикцию, о которой, может быть, дальше и не задумываются. Вопрос по продлениям. Вот в Италии, во Франции, в Испании, то есть ты подался, Сергей, вы говорили, что вот как раз программы по финансовой независимости требуют постоянного, ну или там 183+, в каждой из этих стран, соответственно. Нет, нет, нет. Постоянное проживание требуется только в Испании. Вот из этих стран постоянное проживание, ну как проживание более 183 дней в году требуется только в Испании. Ни Франция, ни Италии, ни Люксембург такие требования не предъявляют. Вот, поэтому... Тогда вот история, связанная с недвижимостью, ну, у тебя всегда должен быть какой-то адрес, что в одном, что в другом, что в третьем случае. То есть ты, это аренда, получается? Да, это аренда. Это может быть аренда, в любой из этих стран может быть аренда. Вот, везде есть нюансы. Например, во Франции у вас может быть аренда, но в этом случае, например, российское консульство не принимает документы. То есть оно принимает документы, но ставит отказы в получении вот этой первоначальной визы Д, да, с которой начинается получение вида на жительство французского России. То есть я имею в виду консульство в Москве. Да, да, я имею в виду, находящиеся, да, извините, на территории Российской Федерации. Но, например, многие наши клиенты имеют Emirates ID, и в Объединенных Арабских Эмиратах, если вы подаете документы, то по договорам долгосрочной аренды эти визы прекрасно выдают. Это у нас прям такой хит сезона прошлого года был. Очень много клиентов получили французские виды на жительство именно на основании аренды, если у них есть Emirates ID. Если Emirates ID нет, то мы его можем оформить, опять же, да, для клиента. Это не так дорого, не так долго. И, соответственно, есть возможность подать документы для получения французской визы на территории Эмирата. Италия. Вид на жительство, как тоже называется, резиденция Литивы на основании выбранного места жительства. Там стали очень жестко придираться именно к подтверждению пассивности дохода. То есть, если во Франции вы можете показать ваш доход и в том числе от профессиональной деятельности, но подтвердив, что вы можете этот доход получать удаленно, например, да, постоянно проживая во Франции, то в Италии все намного жестче, доход должен быть обязательно пассивный. Сумма должна рассчитываться вообще на каждого члена семьи, вот 31 тысяча евро, на всех, включая несовершеннолетних детей, сколько им лет нет. Вот, поэтому Франция в этом плане выглядит намного более интересно именно для россиян. Вот, в Испании тоже не так сложно получить эту визу, сколько не проживая в ней, довольно-таки сложно ее продлить. Вот, если вы не можете... Скажите, смотрите, есть программы... Простите, есть программы по финансовой независимости, есть программы, вот то, что мы сейчас смотрели, для цифровых кочевников. Понятное дело, что здесь, ну, одна из принципиальных... Один из принципиальных моментов, одно из принципиальных различий, это то, что здесь у тебя, в заключении Франции, пассивный доход, там ты должен просто зарабатывать, да, ты должен показать свою активность. Во всем остальном, с точки зрения проверок, с точки зрения требуемых документов, если сравнить, что сложнее, что проще, потому что, например, в той же Испании, ты получаешь вот в НЖ по финансовой независимости или ты получаешь его как цифровый кочевник? Суть-то примерно одна и та же получается. С точки зрения процессуальной, при рассмотрении документов, конечно, финансовой независимости всегда проще, потому что там принцип, опять же, простой. Вы показываете, что, а, вам есть где жить, б, у вас есть деньги. Если мы говорим именно с точки зрения проверок, с точки зрения процесса, вот конкретно по Испании, большая разница состоит в том, что кочевник рассматривается на территории Испании, точнее, он может на территории, можно подаваться и за рубежом в консульстве, но вообще большинство, конечно, подается на территории Испании. А финансовая независимость подается только через дипломатическое представительство. Соответственно, по факту, все проверки происходят в Мадриде. Но здесь мы привязаны к записи, например, вот если говорить про Россию, в Москве и Петербурге достаточно разная запись. В Москве она больше мест, в Петербурге она достаточно плотная. Соответственно, если вы живете в Петербурге, вы априори ждете чуть дольше. Или, например, если вы подаетесь в Стамбуре или в Белграде. После того, как вы подались в консульстве, документы рассмотрели, из Мадриды приходит решение, вам дают визу, и только потом вы въезжаете в Испанию и получаете карточку. А кочевник, например, вы получаете карточку почти сразу. Но, повторюсь, общее правило состоит в том, что финансовая независимость, конечно же, попроще. Именно при изучении документов государственным органам. Окей. Ну и такой еще тогда вопрос. Все-таки вы вот здесь 4 программы, до этого показали еще 4, то есть по большому счету у нас десяток государств разных, ну плюс-минус. Все-таки вот проверки персональные и проверки дохода. Что это сейчас такое? Насколько это трудно? Насколько, то есть, ваше ощущение, понятно, что с 22 года все очень сильно усложнилось, но если мы говорим за последние полгода, вот какие здесь есть предпосылки, какие здесь есть возможности и риски для любого человека, который имеет только один паспорт, но просто хочет связать свою судьбу не только с Россией. Я бы не сказал, что за последние полгода было какое-то ужесточение. Ужесточение было 2 года назад. С тех пор каких-то резких изменений не было. Самое главное, если мы говорим, какой маркер? Маркером, естественно, является политическая аффилированность нахождения в санкционных списках. Это то, что мы проверяем. Мы проверяем это довольно известно. Есть ли какие-то подводные камни? Вы знаете, не совсем очевидно, объясню почему. Есть, например, санкционные списки у стран, они не отличаются. Например, санкционные списки Украины достаточно широкие. Очень часто человек может не знать даже о том, что он там находится, но при этом в последующем это может играть негативную роль. Поэтому я бы не говорил о том, что это прям очевидно проверяем. Мы всегда проводим свою внутреннюю проверку перед тем, как начать процесс для того, чтобы грамотно сориентировать нашего клиента. То, что касается про проверку дохода, здесь как раз таки в европейских странах очень простая и прозрачная политика. Доход должен быть подтвержденным. Если доход может быть подтвержден фискальными платежами, то есть если вы показываете декларацию и о том, что вы ее подали, и налоговый орган ее принят, и налоги вы заплатили, к вам вообще никаких вопросов не будет. То есть показываете, что вот мой доход, вот федеральная налоговая служба уже сделала этот кусок работы, уже проверила. И здесь все в порядке, поэтому здесь все очень просто. Это, кстати, касается как миграционных органов, так и банков. Банков логика такая же. Если фискальный орган уже все проверил, ну так чего я буду проверять второй раз. Но при этом, даже если у вас нет налоговой декларации, и мы собираем доход, например, из разных юрисдикций, по-разному все равно очень важно ответственно подойти к анализу. Поэтому юрис, когда начинает заниматься, он изучает всю картину целиком, смотрит, что можно лучше вперед выдвинуть, что наоборот лучше не показывать. Поэтому мы, когда приступаем к работе с нашими клиентами, мы всегда, у нас есть подготовительный этап, когда мы все эти вопросы изучаем. Окей. Так, ну и давайте теперь поговорим вот о чем. так или иначе программы многие, они завязаны на недвижимость и тематика наша изначально, она в общем с недвижимостью связана, и нашего вебинара тоже. Что сейчас происходит на тех рынках программы, которых вы представили? Я так понимаю, что мы говорим в первую очередь сейчас об Испании, о Германии, по-моему, о Греции, да? Какие-то конкретные варианты, предложения? Чем это может быть сейчас интересно? Естественно, пожалуйста. Ну, понятно, что здесь только малая часть того, что есть у вас в портфеле, но тем не менее, на что вы сейчас обращаете внимание, чем интересуются покупатели? Пожалуйста. Ну, безусловно, если мы говорим Испанию, то я сразу скажу, что традиционно высок интерес инвесторов к коммерческой недвижимости, да, но мы ее даже не представляли в нашей презентации, потому что это всегда настолько индивидуальная история. вот, что под запрос, под бюджет, под, соответственно, требования доходности и ликвидности мы подпираем объекты непосредственно для каждого из наших клиентов. Я хочу рассказать о комплексе в Каталонии. Это жилой комплекс премиальных апартаментов, которые в этом году у нас лидируют, наверное, среди интереса наших клиентов. Это апартаменты, которые уже полностью оборудованы, абсолютно. в них есть все, включая всю мебель, какие-то бытовые приборы. И очень интересную доходность дает застройщик 7% на 3 года и приобретение эти апартаменты можно получить золотую визу. Однокомнатные апартаменты... Ну, два апартамента надо... Да, нужно купить два апартамента, да, но мне кажется, что при такой доходности это достаточно интересное инвестиционное вложение. Апартаменты находятся под управлением пятизвездочного отеля Винхэм, вот, расположены в туристической зоне около моря на Коста-Браве. И если, Филипп, вы покажете нам следующую картинку, то... Да, да, да. Ну, во-первых, сама локация очень хорошая, прекрасное зеленое место, шесть этажей, невысокое здание и очень интересные действительно интерьеры, они немножко отличаются от такого современного минимализма, в котором все-таки сдается, наверное, сейчас 90% таких инвестиционных апартаментов. А здесь как раз очень интересные именно с дизайнерской точки зрения решения. А если вы поставите мне, пожалуйста, следующие слайды... У вас много про них, я просто сейчас пытаюсь понять... Да, я понимаю, конечно, не дадут последствия. Но это уже не оно, вот оно. Это не оно, а вот если мы вернемся, да, то это как раз это не рендеры, это непосредственно фотографии из самих уже готовых апартаментов. как вы видите, да, сделано с большим вкусом, не перегружены деталями, и в то же время имеет вид очень респектабельный, я бы даже сказала, роскошный. Использованы премиальные материалы, и я понимаю, что, конечно, у всех разные какие-то вкусовые предпочтения дизайнерские, но даже вот объективно, если на них посмотреть, очень хорошая с инвестиционной точки зрения история, потому что даже когда вы сдаете апартаменты в аренду, дизайн тоже имеет значение. Конечно, близость к морю, да, но выглядят эти апартаменты как обставленные киевской мебелью, да, или вы сдаете апартаменты, которые обставлены так, как вы сейчас видите на картинке, арендная стоимость их увеличивается может до 30-40%. Как происходит оплата в конкретном случае вообще в случае с покупкой Испании? Сергей, скажем, по общему правилу, если мы говорим про конкретно данный объект, то оплата по российскому валютному законодательству возможно с зарубежного счета плательщика зарегистрирована в Федеральной налоговой службе, то есть, например, вы открываете счет какой-то из дружеских стран, туда заводите, например, в рублях или в валюте, и после этого платежное поручение делается и отправляются деньги в Испанию. Здесь мы говорим про этот объект и, в принципе, это, наверное, про большинство объектов. Вот там чуть позже Ольга будет говорить про объекты в Марбелле, там, например, оплата происходит через... застройщик предоставляет инфраструктуру поддержать через Дубай. Также, ну, не забываем про третий вариант, о котором я ранее говорил, про оплату на территории России, в российском контуре. Ольга, давайте у нас прибавим несколько объектов по Испании, буквально несколько слов, там, про какие... А вот давайте на следующий перейдем. Да, и вот здесь как раз по поводу оплаты в российском контуре, да, это квартира в Испании, которая как раз может быть приобретена за рубли, да, с расчетом Российской Федерации, то есть продавец-россиянин, вот, и таким образом довольно просто произвести расчеты не, скажем так, ввязываясь во всю эту долгую историю с открытием каких-то альтернативных зарубежных банковских счетов. Вот, интересные квартиры для себя, да, для собственного проживания можно, да, также сдавать в аренду, но основное преимущество здесь это именно расчеты. И получение, конечно же, золотой визы. Да, и получение, безусловно, золотой визы, да. А вот следующие апартаменты, они как раз не подходят под получение золотой визы. Не подходят. Не подходят, только поскольку это строящийся проект, вот, но у него есть другое преимущество, это проект класса люкс, находятся они в Марбелии, большие площади апартаментов, интересный пеймент план, то есть не так много нужно заплатить с самого начала. и в сущности по окончанию строительства мы ожидаем рост стоимости этих апартаментов до 30%. Вот, не нужно оформлять именно ипотеку, здесь именно рассрочка платежа, и на самом деле для таких люксовых апартаментов рассрочка платежа в Испании используется не так часто. Вот, поэтому очень интересный проект с инвестиционной точки зрения. Уже когда будет проект приближаться к стадии своего завершения, можно будет подать документы на получение золотой визы. Сергей, вот по оплате этого проекта можно, пожалуйста? этот проект представлен британским застройщиком, это наш давний партнер, это очень надежный застройщик, он котируется на лондонской фондовой бирже, он работает в сегменте класса люкс, и помимо того, что здесь имеет место редкая для Испании опция payment plan, это также является единственным брендированным проектом. Данные проекты представлены под брендами Sony Lamborghini. Застройщик предоставляет инфраструктуру для оплаты данных проектов через открытие специального счета на территории Эмиратов и на территории Испании. То есть открывается целевой счет в одном из испанских банков. Этот счет нельзя использовать иначе, чем для проведения платежа, но тем не менее это все делается, и застройщик оказывает полное сопровождение. Это, кстати, как раз история, когда мы работаем не на доходность ежегодную с точки зрения аренды, а именно на природствуемость. мы уже сейчас видим, как сильно увеличилась стоимость сначала с момента лонча, который произошел в августе, и то, с каким темпом скупаются апартаменты, в том числе, кстати, к дажным России. и поэтому с инвестиционной точки зрения рекомендуем к нему присмотреться, в том числе инфраструктура платежа. Это вот они же. Хорошо. Ну, вот я хочу просто обратить внимание, что информации в презентации довольно много, и, ну, понятно, что по налогам в любой стране можно делать отдельные вебинары, да, в книге, на это еще написаны, там, поэтому я думаю, что просто контакты компании Intermark Global, я думаю, сейчас еще раз точку опубликуем в чате, мы в любом случае через несколько минут сделали, но вот сейчас в точку, чтобы попасть, кому интересно, коллеги презентацию обязательно пришлют. Давайте по Греции, тут, как я понимаю, тоже своя история, есть регионы, где ВНЖ 250 плюс по-прежнему, хотя не грозятся увеличить, есть столица и элитные острова, где 500 плюс, что здесь, и как вы себе видите вот эту историю по Греции? Да, ну, сразу скажу еще такой вот, одно из основных преимуществ Греции, Греция не требует предоставления очень серьезного пакета документов на подтверждение происхождения денежных средств, поэтому, как я уже говорила, заявителем может быть, да, любой член семьи, я говорю, если есть какой-то паспорт, отличный от российского, вот, то независимо, кто в семье является основным источником дохода, основным заявителем можно сделать любого члена семьи, вопрос его паспорт. Я хочу буквально остановиться, знаете, на такой интересном нашем проекте, понятно, что про финны знают, наверное, практически все, про рынок недвижимости, есть такой город Патре в Греции, это третий, на самом деле, по размеру город, и город отличается тем, что в нем находятся крупные греческие университеты, и именно в этом университетском городе мы предлагаем студенческие апартаменты, тоже с хорошей доходностью 5% на 5 лет, от 250 тысяч евро стартовая цена, и проект находится в стадии застройки, но доходность по нему начинает платиться сразу, таким образом девелопер просто привлекает средства для строительства отлично, средства отлично от банковского кредита. Что касается спроса на студенческие апартаменты, он в Европе колоссален, кто сталкивался с этой проблемой, у кого там дети учатся или учились в Европе, все знают каких колоссальных трудов стоит снять студенческие апартаменты вообще, где бы то ни было, в Греции в том числе, и причем, чтобы это не было не какие-то там, да, кое-как переделанные какие-то старые дома, а чтобы были такие вновь построенные чистые с уголочки апартаменты, это топовый продукт вообще в любой европейской стране, в том числе и в Греции. подходит под получение золотой визы сразу при совершении инвестиций, вот, цена от 250 тысяч евро. Вот проект, который находится в пригороде Афин, от 300 тысяч евро стартовая цена, всего лишь 10 апартаментов, небольшой проект, тоже идеально подходит под получение золотой визы, потому что расположено в такой через Афин, которая не попала под высшение. Там очень надо смотреть, там север, я помню, север. Да, да, ну там есть прямо карта, да, опять же, кого заинтересует именно Греция, мы покажем карту, подберем те проекты, которые относятся к зоне, где до сих пор можно инвестировать только 250 тысяч, вот, но уже ходят слухи о повышении этого порога входа, поэтому если у вас есть намерение, лучше поторопиться, чтобы не получилось как с Португалией. Расходы по оформлению кому интересно, может, кажется, сфоткать экран, но проще обратиться к коллегам из Интермарк Глобал, они информацию пришлют. Ну и Германия, тут, как вы уже сказали, никакой истории про ВНЖ, нет, вы, Сергей, в самом начале говорили, да, ВНЖ здесь не будет, но инвестиционная история по-прежнему актуальна, хотя про Германию сейчас говорят всякое, но если говорить про долгосрочные перспективы, то вполне возможно, что у Германии они не так уж плохие, тут надо быть. Нет, как раз таки, вы знаете, Германия именно сейчас особенно актуальна, я объясню, почему. Дело в том, что в Германии сложилась очень интересная ситуация, когда, с одной стороны, немецкий рынок недвижимости, он несколько затормозился, пока был ковид, и элементарно не было строек, и поэтому недвижимость столько, сколько ей нужно, ее не хватает, она не вводилась в эксплуатацию. Не хватало, не хватает, и не будет. Ее медленно строили, с ковида прошло не так много времени, и поэтому ее до сих пор не хватает, с одной стороны. С другой стороны, очень сильно поднялись ставки по ипотеке, немцы не готовы брать ипотеку больше, чем 1%, она сейчас оставляет 3, 4, 5, поэтому, с другой стороны, люди не хотят покупать недвижимость. В то же время, согласно данным института статистики, федерального института статистики Германии, никогда, даже в момент ковида, ставки по аренде в Германии не снижались, вообще ни за какое время. Они постоянно растут, постоянно. А цены на недвижимость вместе с этим упали по причине, которую я сказал, то есть ставки очень большие и спрос снизился. Поэтому именно сейчас, с нашей точки зрения, для иностранного капитала самое лучшее время для выхода на немецкий рынок. Не стоит забывать, что Германия это экономика номер один в Европе, она постоянно устойчиво растет и в частности в наших городах присутствует, то есть, особенно в Берлине, естественно, это Западная Германия, Франкфурт, Бонн, Мюнхен, естественно. Также я хочу представить, давайте перейдем к следующему слайду. Наш новый продукт это квартиры под аренду. Значит, здесь, в принципе, это чисто инвестиционная история с доходом сразу, то есть относится к категории объектов, где вы получаете доход сразу, он фиксированный. У нас есть пул объектов, где представляют из себя это замки, где уже заключен договор аренды, это долгосрочный договор аренды без права расторжения. Я правильно понимаю, простите, вот их несколько, да? Да, да, их несколько, но суть везде одинаковая. И спорты, это гостиничные номера. Это либо гостиничные номера, либо пансионаты. Самое главное, это то, что, если мы говорим про большинство из них пансионаты, и здесь прелесть состоит в том, что софинансирует аренду немецкое государство. Соответственно, здесь гарантирован стабильный арендный поток, качественный арендный поток, с одной стороны. С другой стороны, возможность оплаты из России в рублях и защищенность инвесторов, то есть это всегда фри-холд. Вы покупаете не просто там долю, это не ДДУ, вы покупаете конкретный апартамент, к нему также конкретные метры общей площади, вы получаете гарантированный доход. Допустим, вы купили сегодня, 13 февраля. С 1 марта вы будете ежемесячно получать доход и на протяжении всего действия договора аренды. Также важно отметить, что немецкий закон очень надежно защищает сторон сделки, как продавца, так и покупателя. И сделка проходит безопасно, проверяется много раз. И, наверное, такой тоже важный момент, который волнует обычно наших клиентов, это право собственности, собственно, насколько он защищается немецким законом. Немецкий закон, право собственности в немецком законе священно. Оно не нарушается никогда. За все время был только один случай, когда оно было ограничено в отношении россиян, это был человек, который находился в санкционных списках. Поэтому мы себя проверяем, наличие инвесторов в санкционных списках. Во всем остальном никак федеральные власти не ограничивали инвесторов. И здесь можно сказать, что Германия – это очень надежная юрисдикция. Повторюсь, с возможностью оплаты в грехах и правой собственности. Я сейчас, Сергей, полистал еще несколько слайдов. Я понимаю, то есть у вас есть истории с гарантированной доходностью, что для Германии вообще… Ну, так, мягко скажем, нетипичная история. Там не очень часто были, до недавнего времени, по крайней мере. Гарантированная доходность была, но редко. Мы гордимся тем, что мы первые на рынке, кто предлагает гарантированную доходность Германии. 5% – это достаточно хороший доход. Это вы предлагаете или это немцы предлагают? То есть вы с ними договорились, что они… Или это вы такую… Нет, мы являемся эксклюзивным партнером немецкого застройщика. Мы очень гордимся нашими отношениями. Поэтому и 5% гарантированного дохода сразу, то есть вот, как я сказал, сегодня заключили, с 1 марта будете получать. Никто больше не предлагает. 5% евро для первой экономики Европы, которая обеспечивает стабильный рост и очень сильно хеджирует инвестора со всех сторон. Наверное, более стабильные юрисдикции в нашем портфолио совершенно сложно найти. В экономическом смысле стабильные. Поэтому, да, это предложение достаточно уникально, привлекательно. И самое важное, тут достаточно низкий порог входа. То есть у нас инвестиции стартуют примерно от 130 тысяч евро. Окей. Ну что ж, друзья, наверное, могли бы говорить еще долго-долго-долго, потому что я, знаете, всегда оцениваю вебинар. Много вопросов, мало вопросов, а здесь каждая последующая тема была интересна предыдущей, поэтому и вопросов, видимо, было сегодня не очень много. Но я уверен, что те, кто захотят, могут задать их всегда напрямую и сделают это Ольге Сергею или вот их коллеге Елене, контакты, которые приведены у нас в ленте наших сообщений. Друзья, на самом деле, на этом, я думаю, уже можно прощаться. Рассказали практически обо всем, скажем так, раскрыли частично тему. Я с удовольствием еще раз представляю Ольгу Кардич, директор департамента международных проектов Intermark Global и Сергея Струева, старшего юриста Intermark Global. Коллеги, задавайте уже вопросы в частном порядке. Встречаемся в ближайшее время на очередных вебинарах при Ана. Спасибо вам большое. Всем мира и безопасности. Безусловно, отчет об этом вебинаре и запись его будут опубликованы в самое ближайшее время в соответствующих каналах проекта ПриАны. Спасибо большое, Ольга. Спасибо, Сергей. И до встречи. Большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Филипп. Всегда с вами очень приятно проводить трансляции. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания.